Я не пойму вообще ничего. Это будет самое большое боль в твоей жизни, Оля. Все нормально. Я запись начала, поэтому все хорошо. В красной кнопочке я не вижу, ну ладно. Я сегодня почему-то половину ничего из этого, что нужно, не получается сделать. Все, ты записываешь, да, запись будет. Потому что эта информация нужна всем. Включая всех участников нашего канала, другая. Ну и мы разместим это везде, где только можно. Расскажи мне, что это такое? Архетипы и что можно с помощью них исправить, вот допустим, в работе, в хобби, в личной жизни? На что обратить внимание? Потому что информации много, а информации мало. Я начну, наверное, с предыстории, да. Да, потому что архетипы, очень многие думают, что это что-то связано с эзотерикой. Но это не эзотерика, это чисто вводопсихология. И их придумал Карл Густав Юнг. Я думаю, что его знают, имя на слуху. Это клинический психолог, это родоначальник психоанализа, соратник Зигмуда Фрейда. То есть такая достаточно серьезная и весомая фигура в мире психологии. И он в свое время, практикуя, естественно, принимая у себя огромное количество клиентов, выявил, что клиенты в разных ситуациях, буду рассказывать, как для мамы бы рассказала, или для сына своего, чтобы понятно было, умничать не буду. Вот так самое то, да. Это вот то, что нужно. Простите. То есть он выявил, что в разных, вернее, в одних и тех же ситуациях люди ведут себя по-разному, и их можно объединить в группы. Потому что, допустим, есть такое понятие архетипической ситуации, и в эту ситуацию можно все что угодно включить. Даже там, как мы одеваемся, да. То есть мотив у всех может быть разный. Кто-то одевается для того, чтобы было удобно, да. Кто-то одевается для того, чтобы выглядеть статусно, кто-то одевается для того, чтобы быть привлекательным для противоположного пола, да. То есть это, на самом деле, обычная совершенно история, покупать, выбирать одежду. Но мало, наверное, кто задумывается. Потому что это происходит уже на каких-то таких инстинктивных, да, уровнях. Мы просто идем, выбираем одежду, а спроси вот любую, там, женщину или мужчину, для чего ты одеваешься? Вот, Оля, для чего ты выбираешь одежду? Исходя из каких вот критериев, параметров, нужд, мотивов? У меня одежда всегда, это должно быть в зависимости от того, для дома она у меня одна, естественно. Для работы она совершенно другая. А для парадных выходов это третий набор одежды. Но, знаешь, иногда хочется и на работу пойти как-то так. Это более, не настолько строго в костюме там и при кейсе, а что-то более легкое одеть. Иногда, когда дома работаешь, тоже хочется что-то. По дому тоже, почему бы не выглядеть красиво, работая там в саду или просто дома чем-то занимаешь. Поэтому вот у меня три варианта одежды, и все три, они кардинально разные. Я буквально вот вчера ездила по городу в своей одежде, которая мне удобна. Это шорты и футболка. И понимала, что как бы на работу-то я в этом никогда в жизни не пойду. Даже если это будет объявлено субботником или каким-то днем, все равно я должна, ну, как бы это, если правильно выразиться, держать лицо. То есть субординацию никто не отменял. То есть статус тебе все равно, статусность определенного рода тебе важна? Конечно. Если ты хотя бы руководишь хотя бы двумя людьми, ну, ты уже должен вызывать какой-то авторитет. Если ты лопатой в саду машешь, тебе авторитет. Ну, как бы особо не нужен, поливая цветы или там пересаживая. То есть тебе важен комфорт и удобство. Ну, то есть определенного рода, да, мотивация, она есть у каждого. Потому что кому-то хочется быть модным, и он выбирает там и логотипы, вот это вот все, да, и хочется вот эту брендомания есть у некоторых, да, такая тяга к этому. Кто-то хочет эпатажа, может быть, какого-то. Хотя вроде одинаковые люди, да, там, две руки, две ноги. И как вот по-разному, да, работают. И архетипические ситуации, что это может быть? Состояние влюбленности. Опять же, мы каждый ведем себя по-разному, да. Ну, это много, на самом деле, можно на эту тему рассуждать. Это прям, ну, эфир иначе будет уже очень долгий. Состояние стресса, да, то есть тоже ведут себя все по-разному. Кто-то заедает, кто-то спортом начинает заниматься. Ну, чтобы вот кто-то работой начинает. Очень много работает, да, трудоголизм просыпается, так называемый. Вот, чтобы этот стресс, как говорится, выбить из головы. Поэтому это вот такие ситуации, которые, благодаря которым можно людей объединить в определенные группы. И Карл Густав Юнка это сделал. Потом это, конечно, дело все сделали более лайтовым, прикрутили маркетинг, да, и уже потом бренды начали... Да, вовсю начали это использовать, потому что даже пример такой мне нравится. Вот две шоколадки, Сникерс и Баунти. Вот какие ассоциации у тебя вызывает шоколадка Сникерс? Ну, не знаю, наверное, спорт, вот что-то такое в ней. А Баунти – это расслабуха в море, пляж. Ну, как бы вот какая рекламная кампания была вот с этими продуктами, так оно... Хотя шоколад один и тот же, ну, начинка, ну, понятно, да. Ну, фабрика одна и та же. И как можно смысл прикрутить, и как меняется в связи с этим и настроение, да, и желание покупать. И вот, и покупать-то мы совершенно в разных ситуациях начинаем эти шоколадки. Да, ну, что-то вызвать, какую-то для себя эмоцию. Вот, и архетипы – это вот совершенно такая тоже история. У каждого набор архетипов, он разный. И если уже брать такую более серьезную тему, так сказать, очень многие говорят сейчас, да, про то, что не случайно нам даны даты рождения, про то, что нам не случайно даны наши родители, наши роды, роды и так далее, да. Вот, что все не случайно, да. На самом деле, каждому человеку не случайно дана его дата рождения. И благодаря вот как раз дате рождения можно выявить тот набор архетипов, вот, которые в нем есть, да, с рождения. И я бы назвала это, знаешь, таким списком задач на жизнь. Потому что очень много говорить о том, можно там, в чем наше предназначение, чтобы такого придумать, чтобы вот жизнь была светлой, классной, гармоничной. Да, а по большому счету, да ты просто начни свои архетипы проживать в плюсе, так как они тебе даны. И это, в этом будет твое предназначение, потому что у души, на самом деле, две задачи. Жить прожить, жизнь прожить и трансформироваться, эволюционировать. И благодаря этому, чтобы эволюционировал твой род. Вот, то есть тебе твою жизнь необходимо прожить так, чтобы эволюционировал твой род. И это архетипы, да, то есть я даю, на самом деле, такую консультацию, где вы понимаете, какие у вас архетипы, и тем самым вы понимаете, какие у вас задачи перед вами стоять для того, чтобы вы свою жизнь прожили гармонично, классно, и вы себе нравились, и тем самым, да, когда вы начинаете, во-первых, проявляться в своих вот этих вот энергиях, да, по-другому можно сказать, в архетипах. Во-первых, начинает притягиваться аудитория, которая вам понятна, которой понятны вы. Потому что, ну, на самом деле так, да, и это уже, наверное, немножечко из личного бренда, и про то, что я, да, и одежду скидываю, как необходимо в тех или иных архетипах одеваться, то, что очень круто, когда внутренние какие-то энергии совпадают с внешними энергиями, и то, как вы выглядите. Да, это важно очень, конечно, да. То, что ты не чувствуешь, если он еще складывается идеально с твоим внешним видом, то есть смысловой формат упакован так же, как внутреннее, как внешнее, то это идеальное сочетание, и, то есть тут уже никаких сомнений в том, что ты делаешь, не возникнет в любом случае. Ну, конечно, и, во-первых, внутреннее, да, ощущение себя, когда ты понимаешь, что ты не притворяешься, что тебе не нужно ни за кем повторять, потому что, конечно, особенно в период полового созревания, да, у подростков часто бывает тяга повторять там за своими друзьями, за какими-то там блогерами, они же там для них такие авторитетными лицами являются. Конечно. И у них тяга к этому очень большая, начинают они повторять, и когда у блогера получается хорошо, а у мальчика, у девочки получается плохо, да, естественно, это определенного рода расстройство и так далее, вот. А когда, ну, я вообще считаю, что консультацию по архетипам нужно проводить в роддоме, то есть эту консультацию, эту инструкцию давать вместе с ребенком, выдавать. Это хорошая идея, Лена. Мама, да, знала, да, знала, как с ребенком поступать. Потому что, да, если на примере, вот у меня сын в базовой энергии, архетип у него влюбленный, любовник, то есть это, ну, основное, это тот архетип, который отвечает за отношения, и этим людям очень важны отношения, то есть создать их, то есть для них это прям такой приоритет, вот. И Степа еще даже толком говорить не умел, и вот когда мы с ним разговаривали, Степа, о чем ты мечтаешь? Он говорил о том, что он мечтает о доме, о жене и о детях. Понимаешь, кто-то мечтал о велосипедах-роботах. Интересно. Вот, да. А двойняшки как, Лен? Вот двойняшки есть. А если двойняшки, как архетипы, они будут одинаковые или разные? Ну, дата та же самая, дата та же самая, то есть, по идее, стиль поведения, он все равно будет перекликаться у них, потому что если по дате рождения, понятное дело, где-то подмешиваются, да, там, какие-то семейные моменты, родовые моменты и все прочее, ну, тут я уже, как говорится, не небольшой специалист в этом, но в целом по дате набор архетипов будет тот же самый. Это интересно, конечно, это очень. Да. Ну, а теперь расскажи же, как можно использовать архетипы твоей уроки, чтобы воплотить свои мечты в жизни? Ну, во-первых, когда ты знаешь, какие в тебе есть энергии, во-первых, ты просто перестаешь комплексовать, потому что если я понимаю, что во мне, ну, нет энергии таких, знаешь, знаешь, откровенно сексуальных, того же любовника или там дьявола и так далее, я уже, знаешь, даже не пытаюсь какие-то там те же фотосессии устраивать, где нужно какой-то создать секси-образ. Я знаю, что, допустим, у меня сильные стороны совершенно другие, да, я могу там быть с легкостью там какой-то смешной или смешливой, или наоборот закрытая такой, да, angry face. То есть это тоже мои энергии, у меня они хорошо получаются. Поэтому я всегда говорю о том, что очень круто знать, во-первых, про себя что-то наверняка, да, то есть вот получить вот этот набор архетипов и развивать их. То есть свои, как говорится, базовые настройки, свои заводские настройки просто выводить в плюс и знать, что это твои сильные стороны, твои козыри, и ничего просто не нужно придумывать. Благо, что этих архетипов у тебя достаточное количество, да, если брать просто даже построение личного бренда, их 5-7. Если копать дальше, да, я, кстати, планирую там дальше продолжать обучение для того, чтобы в подсознание пойти и так далее, но даже для личного бренда их 5-7 штук. Для того, чтобы быть понятной своей аудитории, достаточно выбрать один-два для того, чтобы одеваться в своем архетипе, для того, чтобы транслировать ценности, которые характерны твоему архетипу, и у тебя уже начинает выстраиваться ассоциативный ряд, то есть связанный с тобой, да. И уже когда твои друзья, ты понимаешь, я уже просто сама столкнулась с тем, что ходят, к примеру, по магазинам, и потом мне пишут и говорят, Лен, там одежда, вот, ну, уже знают, да, что благодаря шуту, к примеру, я стала очень любить яркие вещи, я стала ловить то, что мне это дарит огромное количество энергии. То есть я когда понимаю, что я в талом состоянии, ну, так называемым, я одеваю какие-то яркие штучки, я надеваю красную помаду или какую-нибудь другую яркую, я как огурец, мне сразу хорошо, то есть я это стала отлавливать, когда я начинаю выглядеть в своих вот этих вот самых базовых настройках, и когда мне знакомые пишут, Лен, мы видели в магазине яркую одежду, там прямо вот твоя история, иди туда. То есть в связи с тобой начинается формироваться такой ассоциативный ряд. То есть, ну, это ли не личный бренд? Это, конечно же, личный бренд, когда ты становишься узнаваемой, когда, во-первых, ты начинаешь с легкостью транслировать свои ценности, и притягиваются люди как раз те, которым твои ценности близки. Вот, это там и целевая аудитория. Это очень важно. Ну, это же легко, Оль. Во-первых, не нужно ничего притворяться, придумывать там за кем-то, там следовать этим вот сценариям, которые там прописывают там какие-нибудь продюсеры и так далее. Ты знаешь, что ты – это ты, и ты этим сильна. И тебе люди приходят, которым ты понятна. Ты в расслабоне, ты говоришь о том, там, о вещах, то, как ты думаешь. И тебе не нужно оглядываться, ой, что ты такое сказала, а то ли я сказала, а как меня люди поймут, а что они обо мне подумают. Понимаешь, у тебя вот эти вот разговоры уже в голове, их нету. Потому что люди с легкостью ловят, откликаются, поддерживают. Такая легкость в жизни наступает просто. Ты не представляешь. Нет, я уже представляю, ты же мне сделала разбор. Ну вот, да, мне тоже хочется, чтобы ты рассказала, как вот ты получила. Я почему не хочу рассказать, что я получила от тебя разбор. И я когда смотрела на референсы, которые ты приложила к каждому вот архетипу, базовому. Во-первых, меня удивило, что я, оказывается, диво-дивное, чудо-чудное. У меня была такая мысль, но я ее закапывала постоянно, потому что... А почему закапала, скажи, Оль? Ну, знаешь, что это... Я вот и чувствовала. Нам все равно опытно-жизненный немножечко наталкивает, мы просто не всегда верим. Наталкивает, но ты знаешь, я просто не понимала, что можно же быть вот звездой где угодно. Не обязательно вот в прямом смысле этого слова воспринимать архетип. Ты же можешь быть звездой в профессиональном сфере. Можешь быть звездой, вот хобби выбирай себе. Звездить себе на здоровье, как говорится. То есть это вот... Да, он называется вот основной архетип, вот этот вот звезда, творец, все. В базовом ты с ним родилась, да? Да. И вот у меня, наверное, вот из-за этого, так как он был достаточно долгое время в минусе, у меня и много и в работе не складывалось так, чтобы мне казалось... А в минусе стеснялась, да, или что? Да, да, вот мне казалось, что я вот вся не такая, я не там, где надо, я не на своем месте. И, допустим, там, знаешь, еще плюс там какой у этот всех замучивший синдром самозванца. Сколько бы ты ни изучал этого, мало. Давай еще, еще, еще. Плюсом туда же добавим в этот котел синдром отличницы. Вот я сейчас еще что-нибудь узнаю. Уже так, да, вот тогда я, да, наверное, да. А потом это тогда приходит, и это тогда не наступает, наступает еще что-нибудь. И вот сейчас я вполне комфортно себя чувствую в своем нынешнем положении, и работы, и хобби, и вот нашего проекта. Но меня зацепило, вот когда ты, вот все костюмы, все, это все мое, я это обожаю, я это носусь. И там была несколько картинок, когда вот то Троны, то там, по-моему, даже Будда был, еще что-то, еще что-то, это вот с энергией, со всем остальным. И меня как прорвало, что вот, ну вот я хочу, вот хочу уже звездить так по максимуму, возьмем кого-нибудь по жизни. Но причем Будда, это же и мудрецовская энергия, потому что в тебе там мудрец есть, мудрец от шеи. Да, Шива уже я выбрала, и я вот что-то листала, как всегда, Вселенная подкидывает нам идею, если мы начинаем о ней думать. И мне прилетела какая-то рассылка с фотографией с птичьего полета, вот эта огромная статуя Шивы, в Китае, по-моему, она. И меня как выстрелила, я вот хочу вот это, вот хочу, волос у меня нет, прическу делать не с чего, но это все решаемо, как говорится. И я начала вот воплощать идею эту в жизнь. Я собрала все, я его слепила из того, что было, но получилось так здорово. Причем я первый раз делала своими руками вот эти шапочки и все остальное, клеила, красила и все тому подобное. Для меня это было вообще вновь. Обычно я уже готова чем-нибудь пользуюсь, а тут пришлось еще приложить фантазию, все это собрать в одно. Но я в полном восторге была в процессе, пока я это все воплощала. Вот эти все золотые цвета, красные, оранжевые, это вот настолько-то все вот энергии. Для меня это прямо-таки было, как батарейку включили. И мне сам... Вот, да, ты начинаешь чувствовать вот эту энергию. То есть для чего мы это делаем? Не потому что вот меня назвали мудрецом, я пошел. Для того, чтобы начать проживать это, для того, чтобы энергия пошла. Потому что такое количество сил высвобождает. Да, и результат меня... Я фотографу и визажисту еще вот мы только закончили, ну, отсняли весь материал. И говорю, мне уже все нравится. Я не видела ни одного кадра, но мне все нравится уже. Потому что вот этот вот, я не знаю, действительно, вот этот поток энергии, он прямо-таки не переставая был. То есть бывает, когда на съемке вот вроде был запал, был запал, а потом хоп, и что-то уже как бы хоп, скатился. Уже скорее бы закончили. Да. А здесь вот у меня прямо-таки я на волне энергию все это делала. И кадры мне... А нам, девочкам, взрослым, что еще нужно? Энергии. А поиграть. А девочку, которая сидит в тебе, в девочке взрослой, вот так. Мне так нравились вот эти золотые предметы все. Я как-то ворона была. Вот прямо-таки я там кайфовала в моменте в этом, пока все это происходило. И вот я поняла, что я нашла свою нишу, что у меня Восток. Это мое вот настолько, насколько это возможно. Это вот экипаж мой и вот эти все цветовые сочетания. Как бы вот мы нашли друг друга, скажем так. Поэтому да, вот благодаря твоему разбору я поняла, что я вот западным каким-то вот даже фотосессии в стиле там, нордическом, что-то там меха, мечи и все остальное. Ну не мое это. Вот мне хотелось чего-то, но я никак не могла понять чего. Вот пока я не увидела фотографию Шивы со змеями на шее, вот только я не успела еще, но это будет в будущем, со змеей чего-нибудь взбаться. Тоже очень хочется, но пока. Как бы я заменила пока бижутерию, ничего страшного. Но это было невероятно просто. Вот реально вот зацепиться вот в этом референсе за несколько, и причем же там получилось из архетипа в архетип, у меня есть повторяющиеся такие моменты, где-то там мудрец, где-то отшельник плюс творец. Но если все вместе, миксом, получается вот что-то такое вот на уровне каких-то вот божественных энергий, они мне очень понравились. Так что да. Большое спасибо тебе за разбор. И я вот очень надеюсь, что все курсантки, которые у нас будут на курсе, они примут к сведению твоих занятий, что они очень помогают. И причем, в принципе, оттуда же с этих референсов прекрасно рабочий гардероб можно собрать. Я уже там наметила себе несколько вариантов, которые ты мне понакидала на заметочку. Но причем со стилистом мы тоже вот эту тему мы обсуждали. И, по сути, это вот мое-мое, то, что мне будет в этом комфортно, во-первых. Во-вторых, мне будет удобно. И я буду нести именно ту мысль, которую я хочу, чтобы считали с моего образа люди, с которыми я общаюсь. Вот это очень важно. И спасибо тебе огромное за это. Пожалуйста, я очень рада. Спасибо тебе огромное за такой приятный, очень щедрый отзыв. Потому что, конечно, на самом деле, бывает по-всякому. Та же девочка, ну, благодаря той компании, где, допустим, она общается, она, к примеру, в косухе, в каких-то цепях, в каких-то делах. Ну, сейчас это уже, как говорится, не диковинка увидеть какие-то такие сообщества различные, молодежные, где приходится так, допустим, девочкам, мальчикам одеваться. А то, что она в душе, там, совершенно аленькие цветочки, то, что, знаешь, благодаря этой одежде от неё ждут какое-то бунтарство, жёсткости и так далее, она не может этого дать. Потому что она в душе совершенно другая. Вот. И просто то сообщество навязывает, да, определённую одежду. То есть, и в каких она мучениях, тут можно только представить, что... Да, это очень страшно, когда тебя разрывают внутри, ты один, снаружи другой, и ты не можешь понять, как тебе, окружающим, донести свою суть так, чтобы они тебя поняли. Потому что они ожидают одно, а хочешь ты им сказать совсем другое. И получается, что это полный разрыв. Это и дело, да. Диссонанс, да. Да, люди это считывают как ложь, недоверие, особенно если ты человек, который ты что-то продаёшь, да, там, может быть, эксперт какой-то. Ты в душе эгегей, да, секс-бомба, разорви же меня, а положено же, типа, в Инстаграме быть приличной, ты понимаешь, что ты вообще другая. И тебе бесят твои фотографии, тебе бесят твой Инстаграм, пошли все нафиг, а ну этот личный бренд. Ну потому что, да, нужно брать свою основу, то, что в тебе есть уже, и с этим работать, конечно. Поэтому, да, к сожалению, не все идут в глубину, а берут просто какие-то те же самые референсы, что вот так положено выглядеть эксперту. А эксперты же тоже разные, во всех энергии разные, и люди, ну, разные все. Ну да. По энергиям, по тем же архетипам и так далее. Поэтому я считаю, вообще, это то, с чего нужно начинать. Вообще, любой процесс, жизнь, с чего нужно начинать. Ну я опять-таки, я не беру все-таки со своими племенницами, потому что надо уметь. Ну хотя бы, да, хотя бы какие-то базовые накидать, потому что я вспоминаю себя ребенком, да, если бы был доступ к каким-то ресурсам, там интернет был и так далее, меня наверняка бы уже записали бы в какие-то психбольные, потому что я сидела дома, мне никуда не хотелось идти, а теперь мне понятно, почему так, потому что я отшельник, да, и мне вообще не нужно было никаких вот этих вот гуляний там и так далее. Я даже, знаешь, как могла девчонок, ну, положено же дружить, да, с девочками, я могла назвать, назвать гостей, а потом им не открыть дверь, например. Ну, то есть как бы вот так. Ну да, почему нет? Вот мы сейчас вспоминаем, думаю, о боже мой, бедный ребенок. А меня очень напрягало, когда вы ко мне приходили, да. Я тебя понимаю, меня очень напрягало, когда приходили, а все ж, как бы, в мое время вообще было там, я еще консомолкой успела побывать месяца полтора, поэтому, как бы, вот общество, что надо общаться, нужно быть где-то в группе какой-то там, и тому подобное. Я не люблю быть в группе, но если это и группа, она должна быть выбрана мной лично, а не навязана извне. А ты мало того, что звезда, ты еще и отшельник. Представьте, вообще никакие тусовки не нужны. Да, я чем и говорю, что мне это всегда было, молоко, молоко, ну пойдем. Это вообще, идешь и думаешь, что я туда иду, оно мне надо, нет, не надо, это целый диалог, пока дойдешь, никакого кайфа ты не получаешь. Возвращаешься, только расстроена, что зря потратила время, лучше бы почитала книжку или еще что-нибудь. Но это я помню, это я прекрасно понимаю. Скажи мне вот еще что, будем закругляться мы с тобой с нашим разговором, а то мы из всех временных графиков выбьемся, даже с учетом того, что мы не сразу начали. Надо почаще общаться, я поняла. Надо, надо, вот да, я компьютер, наверное, сейчас покажу или перезагружу, что-нибудь с ним сделаю, чтобы он начал нормально работать. Такие сюрпризы неприятно, получать не вовремя. Ну да ладно, мы все решили, это самое главное. Расскажи мне, что ты даешь на курсе курсантам, какие основы, или ты помогаешь им просто разобраться именно в себе лично и дать какие-то рекомендации, или ты им даешь основы самих понятий архетипов, как построен твой урок? Ну, курс у меня два урока, да, то есть первый урок как раз те самые архетипы, я даю немножечко вводную часть и то, как можно свои архетипы использовать в построении личного бренда. Личный бренд, это, конечно, сейчас уже не нужно никому объяснять, насколько это важно, чем бы ты ни занимался, личный бренд, он нужен, он рулит, да, то есть сейчас, ну, такое время важно, да, то есть мы повыходили все с колхозов, совхозов, да, нам важно уже что-то свое, опору искать в себе, так скажем. Вот, и, конечно же, я у каждой нашей конкурсантки беру их даты рождения для того, чтобы хотя бы один архетип выявить, да, и исходя из этого архетипа, они даже подбирают картинки, то есть я им накидываю картинки, как им важно выглядеть, в каких энергиях важно находиться, да, эпитеты какие-то, они в свою очередь мне накидывают для того, чтобы я понимала, что они, ну, въехали, как говорится, в тему, да, грубо говоря, даже, что они поняли, каким им важно быть, вот. Плюс второй урок трансформационной фотосессии я показываю на примере, как можно использовать знания обо своих архетипах в фотосессии, да, очень яркий пример тому твой, да, то есть это на самом деле, во-первых, сразу огромное количество энергии высвобождается и огромное количество идей появляется, когда ты можешь понимать, какой ты. Особенно, знаешь, когда ты, ну, как бы вроде понял, а страшно начать жить, вот как тебе сказали, да, твои архетипы, как тебя они диктуют. Очень легко начать это делать хотя бы на фотосессии. Да, ты примеряешь образ, смотрел, попробовал, посмотрел на себя со стороны, ага, так, а может быть мне вот по-другому чуть-чуть, а может быть вот так, то есть это варианты, когда ты можешь попримерять роли и выбрать именно то, что тебе подходит, да, согласна. Тем более, что роли не чужие, они не чужие, они твои, хотя мы говорим о том, что, в принципе, можно любые роли попримерять, для того, чтобы прочувствовать, как оно. Я вот морально готовлюсь к платью, к платью принцессы, вот, не знаю, к концу года. Да, ты же императрица, тебе надо будуар, я попробую. И все причитающиеся предметы. Поэтому, да, мы об этом говорим, и мы говорим о наших ученицах, да, то есть мы погружаемся. Важно, важно, да. Хорошо, это очень интересно, это большой пол информации, в принципе, я вот так вот сейчас перечислила, то есть из этого можно создать какую-то основу, с которой можно оттолкнуться и идти дальше, разбирать, что тебе необходимо вот здесь и сейчас, а что-то отложить, может быть, даже на потом, на подумать, и на попозже осмыслить и опять-таки вернуть. У мозга такое свойство, что он не всегда готов воспринять все, да, емкость, к сожалению, не у всех большая, да, ну, она у всех, наверное, индивидуально все это работает, но зачастую, да, нужно переслушивать, пересматривать, для того, чтобы это все пластами укладывалось и появлялось понимание и принятие, прежде всего. Тут в этой истории важно принятие, для того, чтобы оно начало работать на вас. Лена, ну я прям завидую нашим курсантам, курсанткам, которые будут пользоваться всей той информацией, которую ты им дашь, это очень важно, вот. И на этой, как говорится, благостной волне, давай мы с тобой закончим нашу беседу. Да, я тоже, в свою очередь, очень хочу сказать о том, что действительно, я считаю, курс получился очень удачный, и девушкам, те, которые придут учиться, те, которые уже учились, очень повезло. Но, в том смысле, меня слышно? Что? Меня слышно? Да, да, да. Ага, тут звонки прорываются. Я считаю, что девушкам, которые учились и будут учиться на нашем курсе, очень повезло, потому что мы в такой стадии, когда мы уже, с одной стороны, многое, что успели сделать, но еще не забыли, как это было в начале. Мне кажется, это очень большая удача для них. Да. Вот, то есть мы, как говорится, руку помощи протягиваем с легкостью, и нам понятны их эмоции, и мы способны их поддержать, да, в их вот этом пути, в начале, потому что они нам понятны, мы еще не успели, как говорится, в этой стадии позабыть. Но не зазвездились, не зазвездились, только начинали. Нет, нет, еще нет. Ну, по крайней мере, мозгом хватает не делать это. Да, да. Вот, поэтому, конечно же, приходите, я считаю, получить это не от теоретиков, а именно от практиков, то есть каждая из нас прожила то, о чем она говорит, вот, и поэтому я считаю, это очень классная история, вот, поэтому приходите все, кто услышит этот призыв, приходите все. Приглашаем всех. Да, спасибо, Оля, тебе за эту беседу. Лена, была рада, очень рада была с тобой поговорить, тем более, что мне это интересно, тем более, что я что-либо начинающий, как это, испытатель своих архетипов. Поэтому, да, спасибо тебе за интересный разговор, была рада поговорить. Спасибо большое, спасибо всем, кто нас слушал и еще будет слушать. Всем пока, всем удачи. До свидания, Лена, с тебя в видео. Да, 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 да. А я скину, как, что ты мне показала и что я сделала пару кадров. Здорово, все, я останавливаюсь, а?